А уж сколько тебе стукнет в 2025 году, это ты сам посчитай. Но только война будет и очень интенсивная. Но не могут англосаксы, и в особенности Америка, допустить германо-российской Европы от Лиссабона до Владивостока. Вы можете произнести это? Вы можете подойти к карте и понять это? Германия и Россия владычествуют от Лиссабона до Владивостока. А что тогда англосаксы делают? Они что, нам шнурки завязывают? Они нам кофе подают? Англосаксы что будут делать с такой Евразией? Им-то куда? Идти повеситься? Украина до поры будет просто взрывным механизмом передела Европы, войны против Европы, войны против России. Кончится Украина, начнется заваруха в Белоруссии, закончится в Белоруссии, начнется на границе с Прибалтикой, закончится на границе с Прибалтикой, начнут наши говнобратья в Черном море, те самые, помните, братья-братушки, начнутся там провокации. Провокации будут идти постоянно, постоянно, всегда, потому что нельзя допустить объединения Европы и России. Как говорил товарищ Сталин, нас спрашивают, а почему на 10 лет война, а не на 20 или на 30? Каюсь, ребят, 10 лет понимаю, а вот горизонта планирования в 20 лет у меня нет, но не дорос. И в 30 не могу понять, что будет. Слишком многое поменяется за 20 лет. Ну а 10 лет мне понятно абсолютно. Нас будут гнуть, ломать, совсем серьезно. Задача не только выстоять, задача выйти окрепшими. Как это мы сделаем, я не понимаю. То есть я не знаю, как мы это сделаем. Но я знаю, что мы это сделаем. Иначе развалимся к чертовой матери, никто не вспомнит о нашем существовании, понимаете? А попутно нам придется навести порядок на Украине. Ну не сейчас еще, не с ноля часов в воскресенье. Слушайте поменьше ахинеи. Рано еще. Украинская нацистская истерика, национальная истерика, еще не напилась кровушкой украинской. Спустя пару еще лет войны, спустя пару президентов в Киеве, спустя с десяток еще минских встреч, украинский президент очередной, как упырь, булькая кровью своих сограждан, булькая кровью украинцев, напившийся упырь омерзительный, будет готов подписать настоящий, не игрушечный мир, как сейчас подписано в Минске. Терпеливо ждем. Всего вам доброго.